Аппаратное совещание, прошедшее в начале марта в районной администрации, началось с торжественного момента. Первый заместитель главы района Антон Агеев вручил юбилейный знак 75 лет Томской области сотрудникам Колпашевского межрайонного ветеринарного управления Наталье Большаковой и Юрию Апанасову. Кроме того, Юрий Александрович был удостоен благодарности администрации региона за многолетний добросовестный труд. Ну а затем участники аппаратного совещания, руководители структурных подразделений муниципалитета, правоохранительных органов, организации бюджетной сферы, главы поселений и депутаты приступили к обсуждению вопросов повестки. Об итогах исполнения районного бюджета за 2019 год собравшимся рассказала начальник управления финансов и экономической политики Руслана Морозова. Руслана Владимировна напомнила, что по итогам прошлого года доходы районной казны составили порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Бюджет имел социальную направленность. Около 70% расходов предназначалось на поддержание стабильного развития социальной сферы. Причем прирост по сравнению с 2018 здесь составил 3,2%. Затем идут расходы на ЖКХ, обеспечение сбалансированностью бюджетов поселений, дорожную деятельность и транспорт, поддержку АПК и предпринимательства. В рамках стратегии социально-экономического развития территории были реализованы 11 муниципальных и 26 ведомственных целевых программ, объем финансирования по которым составил более 650 миллионов рублей. Удалось реализовать целый ряд значимых инвестиционных проектов. Прежде всего, это строительство инженерных сетей в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в селе Чижемто и возведение газораспределительных сетей в рамках седьмой очереди газификации Колпашева и Тогура. За счет бюджетных средств отремонтированы 33 квартиры участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов фронтовиков. В рамках нацпроекта «Культура» приобретено оборудование и введен в действие виртуальный концертный зал на базе Центра культуры и досуга. По нацпроекту «Образование» организована работа двух центров «Точка роста». Продолжились мероприятия по поддержке и привлечению специалистов в области образования, культуры и здравоохранения. На эти цели было направлено более 2 миллионов рублей. Проведена разработка проектно-сметной документации на освещение лыжной трассы и проведение инженерных изысканий для лыжной базы спортивной школы на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Приобретены три спортивные площадки по месту жительства и учебы на общую сумму 990 тысяч рублей. Инициативное бюджетирование при поддержке области позволило Калпашевскому и Инкинскому поселениям реализовать три проекта. Следует отметить, что активная работа муниципалитета по участию в национальных и региональных проектах позволила привлечь в район федеральные областные средства, а это почти 56 миллионов рублей, и решить ряд важных задач. Актуальной теме перехода на электронные трудовые книжки посвятила свое выступление заместитель начальника управления пенсионного фонда в Калпашевском районе Светлана Попченко. С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка. Новый формат документа, хорошо знакомого всем работающим. Электронная форма должна обеспечить постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроют новые возможности кадрового учета. Причем переход к новому формату трудовой книжки является добровольным и позволяет сохранить бумажную книжку столько, сколько это необходимо. По сути дела, электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются на бумажном варианте. Это информация о работнике, дата приема увольнения, перевода, место работы, вид мероприятия, должность, профессия, специальность квалификации, структурное подразделение, вид поручаемой работы, основание кадрового мероприятия, дата номера документа и причины прекращения трудового договора. Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя и будет реализована только в цифровом формате. Россияне, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки, соответствующую записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка при этом не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной. Необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются только сведения, начиная с 2020. Информация, которую необходимо знать как работодателям, так и работникам, органами пенсионного фонда доводится до общественности на семинарах, через средства массовой информации размещается на официальном сайте пенсионного фонда. Уже неоднократно сотрудники органов внутренних дел обращались к жителям с информацией об участившихся случаях телефонного мошенничества и иных преступных посягательств, связанных с хищением денежных средств при использовании сервисов интернет-банкинг. О необходимости проявлять осторожность и бдительность в этом вопросе напомнил начальник районного отдела МВД Сергей Жуковский. Резкий рост подобного рода преступлений произошел в прошлом году. Наибольшее их количество зарегистрировано в Калпашеве и Тогаре. Есть подобные факты и в селах. Чаще всего в ловушку мошенников попадают люди пожилого возраста. Самое простое правило при поступлении на телефон звонков с номеров московского региона, других регионов, сотовых операторов, просто не берите трубку. Если продавец или покупатель на интернет-сайте просит пройти к банкомату для проведения операции или сообщить ему номер карты, смс-пароли и коды, поступившие на телефон, это также признак мошеннических действий. Не существует банковских работников, которые предлагают назвать пин-код, номер банковского счета, различные пароли. Все это делается при обращении в ближайшем офисе. Интернет-покупки на непроверенных сайтах тоже нередко заканчиваются плачевно. Выписывали различные оборудования, приходил кусок металла, выписали телефон пришел, старый, допустим, телефон приходит, обувь выписывают, тоже приходят все рваные. Ну, примерно вот так вот граждан обманывают. Нельзя предоставлять незнакомым людям личные данные и банковских карт, если поступит звонок с сообщением о ДТП или другой беде, произошедшей с близким родственником, и требованием денежных средств для урегулирования данного вопроса. Такую информацию следует обязательно перепроверять, отметил Сергей Жуковский. А также акцентировал внимание на том, что не нужно терять бдительность и не следует поддаваться на уловки мошенников. Продолжение следует...